Весна и лето Нового Года Черно-белая комбинация цветов – это классический дуэт, который всегда остается в моде. В новых коллекциях многие дизайнеры продемонстрировали образы, в которых присутствовали исключительно черные и белые цвета. Эта пара была переосмыслена и представлена в свежем исполнении. Черная и белая будут использоваться как основные цвета в одежде, создавая контрастные и изысканные образы. Особенно интересным будет сочетание белого наряда с черными аксессуарами. Такая комбинация позволит выразить элегантность и стиль на самом высоком уровне. Дизайнеры предлагают носить черно-белый дуэт как в классическом, так и в других стилях, экспериментируя с текстурами и моделями одежды. Причем не важно, будет ли это черный верх и белый низ или наоборот. В новом году любое сочетание будет актуальным. Также это может быть плавный переход цветов за счет градиента. Несмотря на то, что тренд на металлик уже отгремел, он останется актуальным и в новом году, так как дизайнеры не спешат от него отказываться. Будь то жидкое золото или блестящее серебро, мы увидели множество сияющих образов в коллекциях весна-лето 2024 года. Однако, стоит отметить, что если в прошлом сезоне в моде был неоновый металлик, весной он будет представлен в более мягкой своей форме. Предпочтение следует отдавать свободным моделям одежды, удобным для повседневной жизни, желательно из струящихся тканей, золотых, серебряных и бронзовых оттенков. Открытые плечи – это тренд из 90-х, который уже полюбился девушкам по всему миру. Модели одежды с открытыми плечами присутствовали чуть ли не во всех коллекциях именитых брендов. Этот элегантный и женственный акцент позволит выразить грацию и стиль. Блузы, платья и топы с открытыми плечами могут стать неотъемлемой частью женского гардероба, придавая образам неповторимую изысканность. Этот тренд отлично подойдет для романтичных девушек и женщин. Изучив показы мировых дизайнеров, можно сделать вывод, что прозрачные ткани играют важную роль в создании модного образа в новом году. Тренд на прозрачность не только не уходит, он укрепляет свои позиции. Разнообразие способов использования этого мотива удивляет и вдохновляет. Дизайнеры показали прозрачность асимметрии, многослойность и превращение классических вещей, вроде водолазок и футболок, в более легкие и просвечивающиеся их версии. Многие бренды сочетали прозрачные ткани с пастельными оттенками, кружевом, валанами и рюшами. Другие поиграли на контрастах плотного и прозрачного, тяжелого и невесомого, нежного и брутального. Ясно одно, прозрачные ткани придадут образу легкость и загадочность. В обычной жизни этот тренд можно адаптировать, используя прозрачные элементы в различных видах одежды. Такой прием позволит каждому выразить свою индивидуальность. Женские костюмы на 2024 год представляют собой элегантное сочетание стиля и комфорта. Дизайнеры предлагают широкий выбор моделей с новыми интересными решениями, позволяющими выразить свою индивидуальность. Костюмы за последние несколько лет стали одним из главных предметов женского гардероба. Современные женщины все чаще отдают свое предпочтение вариантам костюмов с брюками и шортами, платьями и юбками. Разнообразие моделей, представленных в новых коллекциях, позволит найти подходящий вариант как для деловых встреч, светских мероприятий, так и для повседневной жизни. Градиент – это переход между двумя или более цветами или двумя оттенками одного цвета. Этот тренд появился в моде в 90-х годах, но вскоре потерял свою актуальность. В новом сезоне градиент вернулся на модный олимп и заиграл новыми красками. Дизайнеры показали, как красиво на одежде одни оттенки могут перетекать в другие, и они не обязательно должны быть одного тона. Градиент был выполнен в разных вариациях, начиная от мягкого и нежного перехода цветов до яркого и контрастного. В зависимости от выбора цветовой гаммы, он может быть как романтичным, так и дерзким и вызывающим. Градиент является выразительным трендом, поэтому не стоит перегружать образ другими яркими деталями. Тотал-луки, состоящие из одного цвета, становятся все более популярными среди модных брендов. Модный монохром – это отражение сдержанности и элегантности. Он притягивает внимание и придает образу особый стиль. Один из самых популярных вариантов в новом году – это белый тотал-лук. Сочетание разных элементов одежды белого цвета создает чистый и сдержанный образ, который идеально подходит как для офиса или формальных мероприятий, так и для повседневной жизни. Белый тотал-лук всегда привлекает внимание и выглядит очень элегантно. Однако, не обязательно ограничиваться пастельными и спокойными оттенками. Можно смело поддаться чувствам и выбрать яркие и насыщенные цвета для создания модного монохромного образа. Например, полностью облачиться в красный или синий цвет и создать смелый и запоминающийся аутфит. Тотал-луки в ярком цвете будут выражать страсть и уверенность. Тренд на длину Макси почти сразу же покорил сердца девушек по всему миру. Длинные юбки, платья, пальто и плащи выглядят эффектно и стильно, и в новом году прощаться с этим трендом никто не намерен. В 2024 году тенденции остаются прежними. На подиуме было представлено огромное количество моделей одежды в длине Макси, что позволит выбрать подходящий для себя вариант. Юбки из кожи и денима, трикотажные платья и сарафаны, а также разнообразная верхняя одежда в пол, помогут выразить индивидуальность и подчеркнуть женственность. В быстро меняющемся мире моды, очень многие тенденции не выдерживают испытания временем. Но одна остается актуальна всегда. Это изысканный минимализм. Многие знаменитые бренды представили в своих коллекциях образы в стиле минимализм. Характерные отличительные черты минимализма в одежде – это простые и аккуратные линии, выверенные пропорции и полное отсутствие элементов декора. Стиль минимализм позволяет выглядеть одновременно просто и женственно, презентабельно и дорого, стильно и незаурядно. Он отличается простотой, лаконичностью и изяществом, позволяя выразить элегантность с минимальным количеством деталей. Цветовая гамма, состоящая из нейтральных оттенков, таких как бежевый, серый, белый или черный, добавляет классического очарования и создает чистые и утонченные образы. Благодаря своей практичности и универсальности, спортивный стиль уже несколько сезонов подряд не покидает модные тренды. С каждым годом дизайнеры придумывают все новые и новые варианты комбинирования спортивных элементов одежды с другими стилями, создавая образы для повседневной жизни. В новом году спортивный стиль можно сочетать со стилем Боха, Гранж, Милитари. Однако, несмотря на смешение спортивного стиля с другими направлениями, он всегда остается верным своим корням. Удобные и функциональные вещи, такие как спортивные костюмы, свитшоты, кроссовки и аксессуары, будут оставаться неотъемлемой частью модного гардероба и помогут создать уникальные и вдохновляющие образы, заряженные активностью и энергией. В новых коллекциях на 24-й год было очень много драпировки. Причем она украшает не только вечерние наряды, но и вполне повседневные платья, юбки и блузы. Узлы станут неотъемлемой частью модных тенденций в новом сезоне. Этот декоративный элемент будет использоваться для придания изысканности и индивидуальности различным видам одежды, от блузок до платьев и аксессуаров. Узлы создают пространство для творчества и экспериментов с образами. Бахрома станет эффектным дополнением к различным элементам гардероба. Она добавит образу движения и динамику, создавая интересный и стильный эффект. Также в моде будет асимметрия, вырезы и разрезы, рюши и валаны, многослойность. Многие модные дома показали множество лебединно-белых платьев, начиная от прозрачных моделей и заканчивая вышивкой и кружевом. Без кожаной одежды не обходится ни один сезон. В новом году она также актуальна. Причем самых разных фактур и оттенков. С каждым годом мир моды раскрывает перед нами свои удивительные грани, предлагая уникальные идеи, которые заставляют нас экспериментировать со своим стилем. 24-й год обещает быть очень интересным, наполняя наш повседневный гардероб новыми впечатлениями и неожиданными сочетаниями. Идеальные джинсы – это те, которые хочется носить постоянно. Модные тренды приходят и уходят, но классика остается надолго. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете, всегда притерживайтесь простых силуэтов и выверенных временем оттенков. Это способ найти джинсы, которые будут актуальны не один сезон. Сегодня мы расскажем о том, какие джинсы еще долго не выйдут из моды. Приятного вам просмотра! Джинсы прямого кроя завышенной талией – это универсальная модель, которая отлично вписывается в любой образ, идеально садится на любую фигуру и никогда не выходит из моды. Джинсы не стягивают бедра, а красиво очерчивает их линию. Как правило, такая модель не имеет дополнительных или декоративных деталей. По-настоящему универсальными стилисты признают прямые темно-синие джинсы с умеренно завышенной посадкой. Но даже эту пару стоит выбирать с учетом особенностей фигуры. Для кого-то идеальной может стать модель с зауженным силуэтом, а для кого-то – более свободного кроя. Простые, вдохновленные винтажем, классические джинсы с прямыми штанинами прекрасно смотрятся с любой одеждой – от блейзера и обуви на каблуке до обычной футболки. Свободные джинсы-баки – определенно один из фаворитов у модниц. Это связано не только с модным трендом, который включает в себя мешковатую одежду, но и с модными домами, которые каждый сезон создают новые версии этих джинсов. Багги отличаются от прямых широких джинсов особенно свободной и комфортной посадкой, которая добавляет образу расслабленности и непосредственности. Джинсы-багги удобны и практичны. Однако, нужно учитывать несколько нюансов и знать, как правильно их носить. Старайтесь слегка подчеркивать силуэт, чтобы он не выглядел бесформенно. Не нужно носить обтягивающий верх, достаточно укороченного свитера или кардигана. Если верх удлиненного кроя, то его лучше заправлять. Проще всего комбинировать джинсы-багги с кроссовками, кедами, грубыми ботинками или обувью в мужском стиле. Если носить багги с женственными или спортивными вещами, это ослабит их спортивный стиль. Джинсы-багги – это выбор всех поклонников практичной одежды для отдыха. Впрочем, мешковатую модель легко вписать и в праздничный наряд. Нужно просто добавить подходящую обувь. Современный клеш отличается от моделей, популярных 15 лет назад. Во-первых, высокая или средняя посадка. Низкая также имеет место быть, но она идет далеко не каждому. Во-вторых, креативное исполнение – от разрезов у основания до ярких оттенков. Клеш делают фигуру изящнее и подчеркивают женственность. Расклешенный покрой визуально увеличивает длину ног. Они идеально подойдут девушкам с выразительными бедрами. Расширяющиеся к низу штанины уравновешивают пропорции. Клеш может быть как весьма умеренным, так и впечатляюще широким. Простроченные или заутюженные стрелки на штанинах делают джинсы элегантнее и создают дополнительную вертикаль, помогающую выглядеть стройнее. Длина джинсов также играет ключевую роль. Идеальная длина такой модели, когда задний край джинсов слегка прикрывает каблук обуви. В зависимости от настроения джинсы можно стилизовать элегантно или повседневно. Клеш с небольшой эластичностью – один из самых удобных вариантов. Джинсы Bootcut были очень популярными в 2000-х. Сейчас эта модель получила новое воплощение. Главными отличительными чертами модели от других фасонов является обтягивающий крой до колена и расширенная область от колена до щиколотки, что позволяет скрыть любую высокую обувь. Однако расширение обычно не столь объемное, как в джинсах Клеш. При этом посадка может быть любой и зависит только от ваших предпочтений и особенностей фигуры – средняя, низкая или высокая. Современные дизайнеры у моделей Bootcut предпочитают оставлять щиколотку открытой. Ковбойские сапоги – лучшие союзники таких укороченных джинсов. Bootcut отлично подходят как для повседневного уличного образа, так и для офисного стиля. При этом они вносят некоторую изюминку в образ, элегантно подчеркивая изящную фигуру. Джинсы с узкими штанинами по всей длине – это самый популярный и современный фасон, который пользуется спросом во всем мире. Форма стильного кроя напоминает сигареты, такие же тонкие и прямые. Модель популярна у женщин разного типа сложения и комплекции. Узкие джинсы – это тот удачный вариант одежды, который с удовольствием носят не только молодые девушки, но и зрелые дамы, умело создавая с ними модные и омолаживающие образы. Узкие джинсы отлично подходят для повседневных и уличных аутфитов, а также для создания офисных луков. Важно правильно подобрать узкие джинсы, чтобы они идеально сидели и подчеркивали достоинство фигуры. Популярными моделями являются те, которые имеют высокую посадку и слегка зауженные штанины. Также стоит обратить внимание на выбор материала и цвета. Черные джинсы выглядят очень стильно и элегантно, а деним с добавлением эластана обеспечат комфорт и свободу движения. Сочетать такую модель можно с различными элементами гардероба. Они будут отлично смотреться как с туфлями на каблуке, так и с кедами или кроссовками. Широкий фасон и накладные карманы надолго покорили сердца модниц. Главный принцип выбора актуальных карго – найти джинсы, похожие на обычные модели без декора. Оптимальным вариантом будут джинсы с плоскими карманами на бедрах или голени. Карманов должно быть не больше одного с каждой стороны, а вот будут они расположены симметрично или в разных частях штанины – решать вам. Чтобы вещь дольше оставалась актуальной, важно также следить за фасоном. Отдавайте предпочтение актуальным широким моделям – свободным клешам и прямым джинсам. Одна из главных особенностей карго – они очень универсальны. Одинаково эффектно джинсы будут смотреться с простой белой футболкой, рубашкой оверсайз, свитером или жакетом. Их можно сочетать с кедами и кроссовками или разбавлять спортивный стиль босоножками на каблуке. Джинсы – это один из самых многофункциональных элементов гардероба, который можно адаптировать под любой наряд и образ. Он дополнит и базовый, и деловой, и вечерний дресс-код. Каждый новый модный сезон, эксперты Института Цвета Пантон представляют всему миру свою палитру оттенков, которые встречались на прошедших показах чаще всего. Конечно, не факт, что именно эти оттенки станут самыми востребованными, но все же, некоторую часть существующей реальности они отображают. Модной палитрой Пантон руководствуются не только дизайнеры, стилисты и эксперты в мире моды, но и дизайнеры интерьеров, визажисты, колористы и мастера по маникюру. Иными словами, знать об этом нужно, но внедрять в свою жизнь стоит лишь только те, что действительно подходят именно вам. Сегодня речь пойдет о модных цветовых тенденциях на 24-й год по мнению Пантон с недель моды в Нью-Йорке. И обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать, какой же цвет был объявлен цветом этого года. Приятного вам просмотра! Оранж. Острый оранжевый оттенок с фруктовым цитрусовым подтоном, который отсылает нас к насыщенному апельсиновому цвету. В нем явно присутствует капелька красного. Иногда такой оттенок называют жженый апельсин. Этот оттенок вошел в топ-10 главных цветов 24-го года и встречается в коллекциях многих именитых брендов. Яркий, обволакивающий оранжевый, словно отражающий закат. Дизайнеры предлагают облачиться в него полностью. Мы же советуем осваивать тенденцию постепенно, начав с оранжевых теней и заменив хотя бы одну из привычных базовых вещей на такую же, только яркую. Теплый оттенок 181355 с древесными нотами вдохновлен цветом чая Ройбуш. Название этого чая переводится как «красный куст», поэтому красный в данном оттенке доминирует, но смягчается древесно-коричневым подтоном. Оттенок чая Ройбуш, по словам специалистов Пантон, имеет несколько винтажное значение. Он создает ощущение тепла и уюта и привносит элементы природной красоты. Однако, следует использовать его с осторожностью, так как он может выявить несовершенство кожи. Этот оттенок лучше оставить для брюк, юбок или аксессуаров. Желтый оттенок 120736 Lemon Drop с начинкой из цедры с отголосками зеленого. Этот красивый оттенок способен поднять настроение даже в самый пасмурный день. Желтый цвет в одежде символизирует оптимизм, счастье и радость жизни. Он притягивает взгляды и становится источником позитивной энергии. Лемон Дроп позволит каждой женщине выразить свою индивидуальность. Его можно использовать для создания модного монохромного образа или как запоминающийся акцент. Не слишком яркий, но жизнеутверждающий. Он подходит для повседневных аутфитов, а также для создания вечерних комплектов. Мятный зеленый оттенок Mint, как глоток освежающего напитка, привносит прохладную свежесть в модную палитру. Оттенок Mint обладает особой энергетикой и дарит ощущение покоя и гармонии. Он словно воплощает в себе баланс и равновесие. Однако, этот сложный оттенок зеленого подходит далеко не всем. Но тот, кто решится примерить данный цвет, ощутит на себе его освежающее действие. Мятный зеленый – идеальный выбор для создания свежего и яркого образа. Он отлично сочетается с другими оттенками зеленого и синего цветов, а также с белым и серым. Синий оттенок 1839-32 Marlin напоминает о голубых водах океана и прозрачности тропических рифов. Он обладает свежестью и яркостью и вызывает ассоциации с отдыхом на белоснежных пляжах и с забвением в мире природы. Марлин – глубокий и насыщенный составной оттенок синего. Он притягивает взгляды и создаёт атмосферу спокойствия и расслабления. Он кажется почти нейтральным и в то же время манит своей глубиной. Марлин может выступать как базовый компаньон для многих цветов модной палитры, так и привнесёт в образ собственную индивидуальность. Этот оттенок станет прекрасным выбором для летних нарядов и аксессуаров, добавляя в образ свежесть и яркость. Капри – нежный оттенок Нью-Йоркской палитры, напоминающий лазурные воды голубого грота. Название оттенка отсылает к острову в Неаполитанском заливе в Италии и настроение он создаёт соответствующее. Этот яркий оттенок привносит лёгкость, безмятежность и морскую свежесть. Оттенок Капри может быть использован для создания эффектных и модных образов. Он легко сочетается с другими оттенками синего, а также с белым и нейтральными цветами, придавая им дополнительную свежесть, лёгкость и безмятежность. Оттенок 170220, известный как Vortec Res, представляет собой природный оттенок зелёного. Этот оттенок вдохновлён свежестью и живыми цветами, которые можно обнаружить в листьях крест-салата. Vortec Res – зелёный оттенок с подтоном жёлтого, который придаёт ему особую яркость и естественность. Он универсален и тут полёт для творчества неисчерпаем. Главное – знать меру и разбавлять его другими текстурами. В реальности этот оттенок куда более насыщенный, чем в палитре Pantone. Однако, если вы любите мягкие, словно припылённые тона, то крайне сложно устоять перед очарованием этого дымчато-зелёного цвета. Оттенок Cress Water олицетворяет сдержанную красоту и элегантность природы. Оттенок 4-38-12, известный как Pastel Lilac, представляет собой мягкий пудровый оттенок сирени. Этот тон ассоциируется со сладким ароматом и нежными цветами. Pastel Lilac создаёт атмосферу спокойствия и романтики. В нём чувствуется мягкость и очарование. Этот пудровый сиреневый оттенок отлично подойдёт для создания изящных и женственных образов. Он легко сочетается с другими пастельными и базовыми оттенками. Pastel Lilac добавит образу нежности и особый шарм. Desert Flower – это тёплый розовый оттенок, который напоминает о цветах, распускающихся в пустынях. Оттенок сочетает в себе теплоту и индивидуальность и может использоваться как основной цвет для создания модных монохромных образов. Также Desert Flower идеально сочетается с другими теплыми оттенками, такими как, например, коричневый, оранжевый, золотистый и другими. Одежда и аксессуары в оттенке Desert Flower обладают глубиной и шармом, придавая всему образу особую индивидуальность. Shambre Blue – это воздушный и элегантный оттенок синего. Он вдохновлен классическими и стильными оттенками денима. Жизнерадостный и легкий Shambre Blue ассоциируется с весенним небом, свежим, но уже теплым ветерком. Он воплощает в себе элегантность и утонченность, изысканность и стиль и дарит ощущение спокойствия и гармонии. Для создания классических и стильных образов Shambre Blue следует сочетать со спокойными и серьезными оттенками, например, кофейно-коричневой гаммы, серых или нейтрально-бежевых. Также подобный тон можно переориентировать в сторону большей инфантильности, дополнив его любым подходящим пастельным оттенком. Каждая сезонная палитра Pantone обязательно дополняется базовыми цветами, которые вполне могут выступить самостоятельно, но при этом служат надежными компаньонами для основных оттенков. В этом году 10 выдающихся оттенков будут сочетаться с 5 классическими цветами, которые предлагает Pantone. Brilliant White – чистый, четкий и нетронутый белый цвет, который наводит на мысль о простоте и современности. Mushroom – теплый тон с землянистыми нотами, но при этом достаточно светлый. Noven Droplet – серый цвет для дождливых дней, обещающий тихую передышку. Свежая серебристо-серая база. Quiet Shade – это темный серый цвет, строгий и солидный на случай важных переговоров. Brush – естественный бежевый с теплым подтоном, который сливается с окружающей средой. Ну и главный оттенок 2024 года по версии Pantone – это Peach Fuzz – бархатистый, нежный персик, чей дух окутывает сердце, ум и тело. С легкой чувственностью он представляет собой искренний персиковый оттенок, приносящий ощущение доброты и нежности, а также передающий идею заботы, обмена и сотрудничества. Привлекательный персиковый оттенок, нежно расположенный между розовым и оранжевым, создает атмосферу спокойствия, предоставляет пространство для самовыражения, чувств и расцветания. Сипотка ностальгии и время для трансформаций. Так, в институте цвета Pantone описали палитру самыми модными оттенками 2024 года. Напишите в комментариях, какой оттенок понравился вам больше всего. Делитесь роликом с друзьями и знакомыми, возможно им тоже будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...